Творчеством, будем делать из керамики что? А вот что будем делать? Расскажет наша гостья Юлия Юшкова, художник-керамист. На гостях, добро утро. Добро утро. Будем пытаться что-то сделать. Вот у нас тут варианты, чего можно. Что мы будем делать конкретно из этого всего? Сегодня мы будем с вами лепить гранат. Гранат, это просто в этом году я слепила с людьми очень много гранатов. Просто ко мне люди приходят в мастерскую и говорят, давайте лепить гранаты. Гранат это символ процветания денег, любви. То есть вот у него шесть лепестков. Это не просто так. Это такой символ любви, который должен хранить пара людей в доме, чтобы он именно создает такую ауру любви. Так, давайте начнем. Главное правильно просто объяснить и замотивировать человека. Потому что так граната, граната, так знаешь, что в нем тут у нас сокрыто. Да, уже и хочется. Так, ну я так понимаю, что часть мы не сможем сделать, потому что даже нужно в печку погрузить. Да, мы можем только слепить. Ну давайте. Я вспомню прошлое, когда-то в художественной школе учился. Тоже у нас была, ну не керамика, а скульптура. Но тоже вот что-то лепили. Так, с чего начинаем? Так, сначала мы катаем вот такой колобок. Небольшой, да? Вот такой небольшой шарик. Ну то есть в смысле надо отделить, да? Или можно такой же? Весь можно вот так вот прямо его сбиваем. Это что-то какая-то особая глина или что это? Что за матери? Это уярская глина, беложгущаяся на 1000 градусов обжиг. Очень приятная она в лепке. Очень устойчивая. Ну то есть это не абду какую там взяли, да? То есть надо подготовить. Да, она готовится, да. Она, это месторождение под уяром. И потом привозят. И я уже делаю из нее, вот, уже готовую такую. Дальше у нас. Теперь, смотрите, нажимаем вот внутрь двумя пальчиками. И делаем тарелочку. Вспоминаем детский сад. Ну типа чашечки такой, да? Такую чашечку, да. Сделали. Берем потом вот эту волшебную лопатку. Вот у меня все. Вот эти. Что нужно делать? Вот. И ей вот так вот начинаем прибивать. Это будет донышка нашего граната. По кругу, да. Вот, возьмите. Я вроде уже это, настучал. И думаем только о хорошем, только положительные эмоции. Только добро, любовь, процветание. Ну, глина же впитывает. Конечно, она хранит память, глина. Так. Так, я вам даю еще немножко глины. Мы делаем такие вот колбаски в руках. Вот так, такими вот простыми движениями катаем колбаски. Можно поменьше, побольше. Тут, то есть, нет математической какой-то зависимости. Сделали вот такую колбасу. Ага. И прилепили вот ее уже вот к нашему будущему небольшому такому гранатику. То есть, мы сейчас такую сферу должны формовать. Стенки будут, да? Стеночки наращиваем, да. А почему нельзя, вот, допустим, не знаю, целиком как-то раскатать? А целиком тогда-то будет бомба. Тогда он взорвется в печи и заденет еще другие какие-нибудь предметы. И все, будет там в печке просто разрывание. Поэтому мы делаем тонкостенные вот такие вот, такую вот форму пустую, внутри полую. Пока делаем, расскажите немножко про вот то, как в вашу жизнь пришла вот керамика. Керамика? Да. Ну и вообще вот работа... Почему я стала художником, вы хотите сказать? В семь лет мне голос сказал, ты будешь художником. Я говорю, как я буду художником, если у меня нет бороды? Художник должен быть с бородой? Да, художник должен быть с бородой. И поэтому я была в шоке. Но, тем не менее, я почему-то, видимо, как сейчас, я поняла, что я была... Я была аутистом, человеком, который не хотел танцевать, петь. Хотел сидеть один и рисовать. Просто рисовать, чтобы меня вообще никто не слышал, не видел, чтобы меня забыли где-нибудь. Вот, и я постоянно рисовала. Потом у нас была стройка во дворе. Я накопала глины, хотела уже... Ну, как-то мне мало было плоскости. Не хотелось формы больше как-то. Вот, и я начала лепить. То есть, с самого, получается, начала именно к керамике пришли, не так, чтобы там от рисования... Не, картины рисовали. Да, к лепке. То есть, руки попросили сами. Руки попросили. Ну, я сначала Леонардо да Винчи еще копировала в 7 лет. Животных зачем-то, я не знаю, зачем. Вот, теперь берем лопаточку и тоже все по краям сделаем. А расскажите, что здесь у нас представлено. Потому что здесь просто колоссально, конечно, по масштабу работ. Например, туфли, ботинки. И учитывая, что тут разные варианты обуви, то я так понимаю, что это какой-то у вас там проект, да? Да, это в том году была выставка, называлась «Синемавита». Групповая выставка художников наших в Красноярске. То есть, как бы кино наяву. То есть, мы сами люди, которые делаем кино. И были представлены работы художников, фотографов. А я представляла красную дорожку. То есть, у нас была раскатана в Союзе художников красная дорожка. И по ней было у меня обуви пар 10 или 15 разных. То есть, это люди, которые шагают по этой дорожке. Это не просто люди, это образы различных. Ну, я конкретных людей не лепила. Ну, просто лепила образы. Какой образ, допустим, человека вот у этой обуви? Желтые ботинки. Желтые ботинки, да. Ну, это больше моё состояние души. Потому что я люблю жёлтый цвет. Люблю солнце. И как бы это как-то вот... Вот именно вы хороший такой вопрос. Вот эти жёлтые именно ботинки. Они роднее всего. Да, больше это мой портрет. А вот эти красные, ну, это как бы лабутен. Это уже звезда, которая поднялась уже, достигла какого-то своего уже, как она считает, потолка. И вот они у нас стояли на более высоком подиуме, на таком чёрном. А все вокруг уже тянулись как бы ботинки, все туфли туда. И люди, не стесняясь на этой выставке, снимали свои туфли-ботинки. У меня ещё мужских много ботинок. И пытались в них ноги свои влезть и сфотографироваться, естественно, как все любят это делать. Но я делала с таким умыслом всю эту обувь, чтобы люди туда ноги свои не смогли. Ну, я смотрю, да, это сложновато будет. Да, я лет 10 назад, когда лепила первые вот эти первые туфли, я слепила именно как раз под себя, чтобы можно было в них ногу и фотографироваться. Потом они у меня были в одном магазине обувном, и поступили жалобы, что люди в них постоянно залазят, фотографируются. Падают регулярно, да? То есть лучше сделать те, которые уже не помещаются. Да, и я уже их назвала этот проект с обувью «Золушка». То есть вот кто в них, как говорится, залезет. Так, что у нас с гранатами? Давайте дальше. У нас ничего, прямо скажем. Вот сюда нужно еще, еще нужно еще наращивать. Ну, давайте вы на своем покажите. Я понимаю, что я уже опоздал, но тут сильно уже не успеем на моем гранате показать. Ну, я тоже. Что здесь нужно еще добавить? Здесь нужно добавить 6 лепестков. Так, как они делаются? Это вот как раз, чтобы вот сейчас вот так надо. Да, 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 да. 6 лепесточков. Так. Делаем. И, в принципе, готово все, да? В принципе, все готово, да. Так, ну и то есть после этого он отправляется в печь? После этого в обжиг на 1000 градусов, потом красится глазурями красными и опять в обжиг. Так, сколько времени уходит на вот у вас, у профессионалов уже? Я понимаю, что у нас тут весь день уйдет, например, это в летние гранаты. Да нет, не сколько. Чтобы сделать такой гранат, например, сколько времени должно идти? Два часа где-нибудь. Что-то мне кажется, я большую чашу сделаю. Ну, вы широкой, да, вы потому что широкой души люди, поэтому они у вас такие широкие получают. Как-то большевато. Просто вот этой лопаточкой нужно еще его вовнутрь подбивать. Вот так? Так, это то можно сделать чашку. Да, можно чашку. На этом будет чашка. Вот ручку приделать и все хорошо. Ну что, спасибо вам большое. Здорово. Пока за...